Всем здравствуйте! Это история от анонима. Сейчас я зачитаю историю анонимную из письма своей подписчицы, которая ждет совета, комментариев не только от меня, но и от вас. Если вам нравится подобного плана видео и разборы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Отправляйте это видео в соцсетях своим знакомым, так YouTube поймет, что видео очень полезно и будет предлагать его большему количеству зрителей. Давайте приступим. Руки не справляется с трудностями, к сожалению. Муж находится в Польше, переехал за год до начала войны. И в последние годы из Украины все больше и больше мужчина уезжала в Польшу на заработки. Когда мы с ребенком приехали к нему, было видно, как он испугался ответственности в чужой стране. Я немного от него не требовала. Я понимала, что нам придется жить на одну зарплату. Но для него почему-то стало непосильной ношей семейное жилье, хотя бы минимальное обеспечение ребенка. Он постоянно злой, недовольный. Такое впечатление, что мы здесь как балок для него. Он может накричать, оскорбить, оскорбить. А я в ответ так же. У нас начались ссоры. Очень часто все это на этой почве. Он мне начал высказывать, что ему одному тяжело все тянуть, хотя он не обеспечивает на данный момент всю семью. Нам помогают финансово мои родители. На эти деньги я покупаю продукты на нас троих. И на детское пособие оплачиваю потребности ребенка. У мужа позволяющая зарплата, чтобы оплачивать аренду и коммуналку, но деньги, которые у него остаются, помимо оплаты, мы не видим. Они тупо уходят неизвестно куда. Он со мной не дерется и говорит, что ему самому на потребности остается так мало денег, что говорит, что у него большие долги. Он взял в долг машину. Упрекает меня в том, что я не помогаю ему морально, финансово, хотя на данный момент не могу выйти на работу. Да и, если честно, не хочется ему помогать, когда он ноет. Хочется, чтобы он научился решать свои вопросы сам и стал мужиком. Бесконечно жалуется, как ему тяжело, хотя мы денег от него не видим. И получается, что взрослый мужчина даже квартиру снят для себя и семьи не в состоянии. На что он говорит, что я сижу дома, ничего не делаю, ничего не ценю. Ребенком, кстати, занимаюсь только я одна. Он постоянно занят, постоянно уставший. В общем, будто вообще забил на нас. У нас испортились отношения, мы отдалились друг от друга на фоне всех скандалов и проблем. Он начал часто выпивать и при малейшем скандале сразу уходит из дома. Потом возвращается, как будто ничего не произошло. Пытается общаться, разговаривать. Говорит, что не получает дома поддержки. Его тоже ничего не радует, поэтому он убегает. Я, если честно, в шоке от такого поведения. Я ему объясняю, что это позиция незрелого мальчика и невзрослого мужчины 35 лет. Много раз обещал не пить, не проводить ночи с друзьями, но каждый раз все то же самое. Я потеряла к нему уважение. Вижу в нем слабохарактерного, несерьезного ребенка. Очень устала от этого. И по-хорошему пыталась разговаривать и подбадривать, насколько это возможно. Хотя обиды душат на него и по-плохому высказывала ему и всяко-разно ругались. Но его хватает ненадолго, будто катится он в пропасть. Теперь после каждой ссоры между нами неделями просто игнор. Я хотела пересмотреть свои отношения, дать много поддержки, но его побеги и жалобы очень раздражают. И тут я поняла, что, видимо, мы хотим разного. Я хочу опереться на сильное мужское плечо и быть за мужчиной. А ему нужна женщина, мама, которая будет во всем помогать, поддерживать по каждому поводу. Он так мне и сказал, поддержи меня, помоги мне выбраться из образа жизни такого, чтобы я не пил часто. Но на протяжении года он только и говорит, что все исправить хочет, обещает. А на деле ничего нет. И у меня уже сил не хватает. Сказать честно, я не хочу быть в роли спасателя. Не хочу потратить молодость и здоровье, потому что все мои силы нужны на воспитание моего ребенка, что является для меня главным. Как-то дошло до того, что мы не разговаривали целый месяц. И весь этот месяц он гулял и пил, тратил деньги и задолжал даже за квартиру. И теперь просит меня помочь выплатить этот долг, чтобы я нашла хоть подработку. На что я ответила, что раз он пропил деньги, не думая о семье, пусть сам и находит выход из положения. Его это очень разозлило. Он работает физически и сорвал себе спину. От спины начала болеть нога. Но ему становится все хуже и хуже. Я, конечно же, начала его лечить. Вычитала какие-то лекарства, что можно купить без рецепта, так как в больницу он не хотел ни идти, ни под каким предлогом. В итоге из-за того, что я отказалась помочь выплатить долг, он забил вообще на все процедуры и лекарства, которые я ему лечила его и нет дома его уже со вчерашнего дня. Ушел на работу и до сих пор нет. Такое длится периодически на протяжении года. Поэтому я даже звонить перестала. Я уже не знаю, что с ним делать, как договариваться. Думала, возможно, я не права, что высказываю бесконечные претензии на его поведение и отношения несемейные. Из-за таких качелей не хочется здесь жить, а хочется скорее домой. Кстати, несколько раз я проверяла тайны его телефон. Никаких улик не нашла. Ирина, пожалуйста, дайте свои рекомендации. Возможно, они мне помогут разобраться, как реагировать, как договариваться в такой ситуации. Заранее спасибо. Ой, тяжеленький вопрос не задали. Как реагировать? Вы уже всяко попытались. Я не буду ничего объяснять. Вы сами понимаете, что это позиция ребенка. Он таким был раньше, когда вы замуж выходили. Они сейчас ситуационно на него свалились проблемы. Вы разным запросом. Вы хотите сильного мужика, он хочет себе маму, которая будет... Вы уперлись, как два барана. Но вы видите, что это ни до чего не добело. Вы высказываете претензии, он бежит. У него избегающие тепличности. Он бежит от проблем, от всего. Его надо, чтобы его только любили, понимали, хвалили. Тогда он будет стараться тянуться. Там, короче, он такой, как котеночек. У по головке надо гладить, молочеку подставлять. Он будет расти и радоваться. Когда ваша из-за какой-то ситуации похвала закончится, у него сразу сбой будет. Он будет зависим от вас. Не самостоятельен. Даже если он супер-мега-пупер на крутой работе будет. Весь такой мужик-мужик самостоятельный. И, короче, все он там решает. Он будет зависеть только от вас. То есть это не про свободу. Он ждет вот этой поддержки. Короче, в идеале вам двоим надо к семейному психологу, который бы, функция семейного психолога налаживает диалог между партнерами. Я так понимаю, в сложившейся ситуации финансов на это нет. Семейный психолог в таких подобных ситуациях всегда говорит вам, что вам надо разъехаться на три месяца. Никаким образом не контактировать вообще. Ни звонков. Ни в коем случае никаких объятий поцелуи тактильного, физического, интимного контакта не должно быть. Три месяца для того, чтобы вы пожили отдельно, не общаясь. Чтобы вы поскучали, если вы скучаете, и поняли свои чувства. Чтобы вы отдохнули и поняли, если у меня чувство, скучаю ли я по этому человеку, переживаю я о нем или нет. Если ответ не стало легче, классно, я о нем вообще забыла. Это можно принимать решение. Вы отдохнули от этих отношений, вы о нем не скучали, это не тот человек, который вам сейчас нужен. Все. Если вы не можете спать, скучаете, волнуетесь и так далее, правильное решение, мы остаемся и пытаемся найти общий язык с этим человеком. Так же и с его стороны должно быть. Давление, высказывание, претензии. Если вы это сейчас будете продолжать делать, результата никакого нет и не будет. Вообще резона нет для этого. Никакущего. Потому что он тут же испекает, он будет дальше от вас удаляться, бежать, и он будет прыгать в бездну, в пропасть своей зависимости. Аккоголь, он у депрессии находится. По сути, вариантов на самом деле немного. Вы или просто расстаетесь, разводитесь и уходите к своим родителям, и как-то этот вопрос, да, решаете помощь, или возвращаетесь там домой, если можете. Я не знаю просто откуда, с какой вы части Украины, да, переехали, спокойно там у вас, или вообще вези неспокойно. Короче, вы понимаете, да, как вы смотрите свои возможности работы, обеспечивание ребенка, помощь ваших родителей. Вы оставляете этого человека, который пусть, вот он хочет себе мамку искать, пусть ищет, и его, она уходит себе спасателя, да, ваша позиция четкая. Я спасателем быть не хочу. Так вот и не будьте, не заставляйте себя делать то, чего вы не хотите. И не оправдывайте это счастьем ребенка, как я его брошу, а ребенок будет без отца, а я его предала, я плохая жена. Ну, если вы хотите для него быть хорошей женой, быть спасателем. Ему такая жена будет хорошая. Еще скажу, не факт, что он вылезет из этой ямы, даже с женой спасателем. Он уйдет в регулярные, так и назовем, запои. Там включится у нас треугольник Карпана. Вы будете спасать, наказывать его, будете жертвой. Вот, зашибись будет. Так все созависимые, короче, живут. Но вам оно надо? Вы просто подумайте, чего вы хотите, о своих желаниях, да? Следующий вариант. На время вот с ним на три месяца разъехаться, посмотреть, что как, и тогда принимать решение. Вообще по-правильному надо вот так, да? Надо остыть и посмотреть чувства, чтобы не наломать дров. Все равно это недалекий от вас человек, а близкий, да? И у вас в конце письма вы говорите, как реагировать, договариваться и так далее. Вот вы договариваться с ним начнете, когда он захочет в диалог вступать. Сейчас он только бежит. Бежит, потому что вы на него давите. Для начала перестаньте давить. Да, это трудно. Забейте. Видите, давление вашего вопроса, высказывания ничего не решает. Он только отдаляется. Перестаньте высказывать. Найдите себе как бы повод или как называть, средство, свои, скажем так, недовольства, вымещать через что-то другое. Не знаю, подушку бейте, бумажки рвите. Бегайте, орите, что-то делаете, короче говоря. Я не знаю, как вы это будете делать. Найдите что-то. Не знаю, делайте ему чучело какое-то, вы из подушки бейте, и чучело не его, ему не высказывается. Не знаю, в общем, вы поняли, да? Ему высказывать смысла нет. В себе подавлять тоже нельзя. Надо найти какой-то третий другой выход, чтобы не ему, не в себя оставлять, а как каким-то образом выпускать. Подумайте, это вам мое домашнее задание, да? Как я могу эти эмоции, недовольства и все прочее, как бы во что, короче, выпускать и так далее. Вы не должны никого спасать. Вы не должны делать то, что вы не хотите. Вы не должны себя заставлять. И он тоже не должен и не обязан делать то, что он не хочет. Сейчас мне все, да он же мужик, да он же женился замуж, должен был думать, что семья это ответственность, детей рожали и вся вот эта история. Давайте посмотрим правде в глаза. Он был таким всегда, и вы такого выбрали. О чем тут говорить? Он уехал на заработки. Ну, блин, у меня есть клиентка, у меня есть друзья, знакомые в Украине. Их мужья дома работали и до войны, и сейчас продолжают работать, представляете? Не все уезжают. Я к тому, что он вот в этом в поиске, в побеге лучшей жизни или заработка, как хотите это назовите, он избегающий тепличность, и отбежать будет от проблем. Он будет это как-то оправдывать. Он всегда будет в бегах. Он не идет на решение проблем. Чего от него ждете? Чтобы мужиком стал? Проблему видит, проблему решает. Или не боится, не трусов, встает лицом к проблеме. Но он бежит от нее. Вы что от него ждете? Вы от него ждете вообще других реакций. Реакций его психики, его мозга. Просто честно скажу, вы от него хотите другого человека, чтобы он стал другим человеком. Нет, это и так не работает. Так нельзя сделать. Он станет другим человеком, если он это захочет сделать. А он не хочет, он бежит. Первый шаг, чтобы он не бежал, перестать на него давить. Реально забить. Становится, видите, от давления только хуже становится. Он больше пьет, больше денег налево тратит. Просто не ругайтесь на него. И вот ничего. Первое. Вот представь, что у вас мужа нет. Окей? Вот реально, не надейте на него. Забейте, не надейтесь, ничего от него не ждите. Просто отец ребенка. Что там еще? Какая его функция? Если там сексуальная жизнь на нет, конечно, слегла уже с такими отношениями. Просто забейте на все. Я живу, за квартиру платят, там куда отходит как-то деньги. То есть вот этого эмоционального контакта отодвиньте хотя бы на три месяца от себя. Перестаньте о нем думать, заботиться над этой ситуацией. Пожалуйста. Займитесь собой. Я и ребенок. Я и мой отдых. Если есть родители, может, где-то они ребенка возьмут. Займитесь собой. Вообще о нем не парьтесь. Вы очень много энергии, сил тратите на вот эти проблемы с ним. Он от них бежит. Вот эти проблемы в вашей голове. Вы больше мучаетесь, страдаете, ему пофигу. Он убежал, спрятался, забухал. Все, ему легче стало. А вы в себе это все прорабатываете, думаете, вам легче не становится. Вы мучаетесь. У вас эмоциональный выгорание. Сил нет. И все-все такое. Прощавая вам о ребенке заботиться. А вы на ребенка сейчас срываетесь уже. Скорее всего, где-то там. А ребенок здесь при ней, причем и не виноват. Ну, короче, вот. Я советую забить. Ничего не делать. Вот пусть идет, как идет. Пришел, ну, хорошо. Вы ему прям не высказывайте. Он говорит, так, такого-то часа надо за квартиру заплатить. Он, например, у меня денег нет. Ну, не знаю, значит, нас выселят. Он, например, ты бы нашла подработку, вы говорите, а я с ребенком сижу. Вот моя работа. Но никак эмоционально не подключайтесь. Ничего не объясняйте. Не высказывайте. Ни претензий, ни эмоций. Ничего. Пожалуйста. Ставьте его холодно перед фактом. Деньги нужны тогда-то. Ну, вот так. Ну, чего не знаю. Не знаю. Нет, у родителей деньги закончатся с едой, они нам покупать больше не могут. Понимаете? Попробуйте вот так. Холодно, спокойно, без предъяв. Условно подзабейте уже на него. Ничего вы от него не ждите, пожалуйста. У вас еще проблемы неоправданных ожиданий. Вы на него давите, вы ждете перемен, вы ждете решений, вы ждете действий, вы ждете нового человека перед вами. Не будет он другим. Извините. И вот эти ваши неоправданные ожидания у вас еще больше взлят. Вы не получаете то, чего хотите. Растет уровень агрессии, ваша нездержанность, эмоциональное выгорание. Вы сами себя поедаете изнутри, выгораете из-за этого. Просто ничего не ждите. Вас ничего не меняется. Сфокусируетесь на воспитании ребенка, на его развитие. Родители дают вам деньги на питание. Тратьте на питание, на себя и ребенка, не на него. Большой мальчик сам себя пусть прокормит. Смотрите, что из этого пойдет. Просто если вы скажете, вы себе можете навредить, он еще больше отдалится. А что держать-то возле себя? Чтобы что? Что скреплять из себя, и он не хочет? Он бежит. Ну пусть бежит дальше. Вы же не можете его накинуть ему просто пута на ноги или лосо закинуть и тормознуть его. И что, всегда вы будете тормозить, вам это надо? Вы опять так же будете эмоционально выиграть. Еще будете, ой, мне кажется, я на него давлю. Если бы не давил, он бы, наверное, давно расстались. Я его заставляю быть с собой. Вот такая история пойдет. Так вот, быстрее уже к этому подойдите. Закройте вопрос. Решите, кто вы, кому друг другу. Запишите вообще себе, для чего или зачем я хочу этот брак сохранить. Зачем мне с ним надо договариваться, у вас ко мне запрос был. Как реагировать? А вопрос, а зачем вам это знать? Чтобы что? Чтобы сохранить, чтобы не ругаться, да? А зачем вам хочется сохранить отношения? Что вы там ждете? Что вам нужно? Порассуждайте, пожалуйста, вот на эти категории. Вам там будет ответ. У меня все просто. Три месяца отдыха и решать, принимать решение, что дальше делать. И вступать с ним в диалог. Вот в этой каше, какая есть, у вас очень много накопилось. Вам на этот клубок надо просто отрезать, забить. Нет смысла там ковыряться, искать логику. Логики там нет. У вас куча обид. И вы, ковыряясь в этом, делаете только все хуже. Обида на обиде, обида на обиде, и растет новое. Вы так будете мучиться, вот вы уже выгорели. Смысл это делать? Нет смысла в этом копаться. Вы можете сесть и решить. Так, начинаем жить с нового листа, по-новому. Не вспоминали прошлые обиды. Самое важное, если у вас это получится. Почитайте в гугле, полистайте семейную психологию. Или на ютубчике, может где-нибудь такие видео есть. Посмотрите, послушайте, что там психологи. Именно семейный вам психолог нужен. Не просто психолог, а семейный психолог. Про книжек про семейную психологию. Навалом про партнеров. Полистайте, просто самые популярные. Посмотрите. Посчитайте для себя. Вы придете к выводам. Вообще, ему, конечно, ему не то, что спасатель нужно. Чтобы вы любили, принимали таким, какой он есть. Вы этому не даете. Вы ждете от него перемен. Вы не принимаете такой, какой он есть. Поэтому он протестует, бежит. Ну, что я тут скажу? Я все сказала, в принципе. Надеюсь, никого ничем не задело, не обидело. Или вы поняли, что я имела в виду. Донесла свои мысли объективно, адекватно. Спасибо большое всем за внимание. Ставьте лайки и пишите комментарии под видео. Подписывайтесь на канал. В инфобоксе есть ссылка на телеграм-канал самых важных новостей о Турции. И также есть почта, на которую вы можете так же, как автор письма, прислать свою анонимную историю для разбора на канале. Спасибо за внимание. Всем пока.